здравствуйте мы продолжаем свои политические разговоры на политической кухне салона ноль т напоминаю что это совместный проект сайта слухи и факты и кабельного оператора интерком tell сегодня я алексей машкевич принимаю себя в гостях депутаты ивановской городской думы алексея масленкина кандидата в депутаты областной думы алексей масленкин член кпрф он выглядит не так мощно как его соперник по округу николай корчагин который здесь сидел на этом же месте недавно но я надеюсь разговор будет не менее интересный здравствуйте алексей алексей по городу второй месяц ходят слухи что вы следующий на вылет из вашей партии вслед за плотниковым богатырёвым и как-то вот что ваше положение зыбко в коммунистической партии в ивановском отделении как вы прокомментируете это всего лишь слухи то есть ну как я понимаю ситуацию все что накручено за последний год вокруг нашей партийной организации городской областной она и не могло не было не брать не обрасти слухами естественно что есть слухи которые близкие к истине а есть слухи которые совсем не имеют отношение к истине ну и какого какой разряд вот слуха о вашем вылете если я чего-то не знаю только исходя из того что я знаю процент моего вылета 0 0 хорошо а вот у меня то такой вопрос 4 августа был митинг на какой митинг сход его по-разному называют и почему-то спикерами были не прежние лица а вы и у меня сложилось такое впечатление что на вас так переложили немножко ответственность что если пойдет все как надо но масленкин не смог испортить а если что-то не так то все равно ему вылетать да интересная версия читал вас на вашем обзоре это да здесь был несколько сложнее поскольку ситуация вообще был вот ситуация с семейством фираянов из нападения на полицейского эти ситуации для города из ряда вон выходящие и нужно было вот для меня было важно понять что из-за что во что это может вылиться поскольку возмущение было колоссальными сейчас еще не сошло то пришлось когда начались события когда первый раз мы вышли на сбор подписей реакция полиции было ну на мой взгляд достаточно странная хотя формальные основания для того чтобы вы до далее действовать у них были второй раз формальных оснований даже для того чтобы забирать наших так называемых спикеров у них уже не было на мой взгляд но исходя из того какое количество людей пришло на текстильщик во второй раз мне стало ясно что необходимо почувствовать состояние людей и почему вы вопрос был подъяснил то есть остальные не справляли четверг мы сами я собрал бюро в городском комитете и этот орган который собственно говоря принимает решение вот и мы и настоял на этом бюро чтобы митинг вел я поскольку я чувствовал что здесь необходимо более тонкое понимание ситуации чем просто грубо говоря какое-то эпатажное поведение и я до сих пор считаю что это было правильным решением к тому же здесь сама массовость мероприятия налагает ответственность я как единственно оставшийся депутат городской думы укрп рф мог принять на себя ответственность то есть сейчас скромно так сказали что вы самый тонкий самые ответственные за мы и зрители отлично я услышал ответ ну вот про передачу хотел спросить ваши коллеги по партии и кленов и автанеев и прямо в лицо мне говорят что я продажная девка единой россии не боялись идти на вражеский эфир мне я конечно же поделился с товарищем вот меня предупредили что ты многого не говори что тебя будут задавать провокационные вопросы ну я же понимаю что мы все люди я понимаю что журналисты такие же люди как и я вот если мы разговариваем о каких-то проблемах которые нас интересует лично как людей то вряд ли это будут какие-то но спорный всерьез вопрос а насколько можно использовать это во вред манере кому-то еще сложно сказать ясно а вообще вот на ваш взгляд с чем связано то что новые лидеры кпрф ски после смерти анатолий гордиенко вот так вот всерьез озабочены постоянно поиском врага это как-то идея иосифа виссарионовича не дают покоя ну вы упрощаете конечно вопрос то есть здесь как такого поиска врага нет на мой взгляд сказывается недостаточно недостаток опыта у большинства руководителей ведь и в областном и в городском отделении это молодые люди и совершенно очевидно что вот этот недостаток опыта и партийной работы и политической борьбы он будет сказываться вот это первый момент который мне кажется важным если говорить о каких-то резких движениях в плане в плане работы и наверное он самый важный и конечно определенные сложности внутри партийного строительства ну тогда вернемся давайте к самому я к самой яркой теме все-таки к теме фирояна вот знаете алексей когда я был на какую 4 числа меня не покидало ощущение что лично вы когда вели митинг как не знали о чем говорить потому что за неделю прошедшую с предыдущего митинга как бы все темы ушли вы потеряли инициативу тэлман снялся мама сидит и ясно что всем ясно что не выйдет округ вам освободили вот вот вы сейчас уже по прошествии недели да как бы вы сформулировали для себя о чем был митинг 4 августа какая идея была вот одним предложением нам не все равно ну нам не все равно что то что происходит в нашем городе и с нашими жителями по крайней мере для меня это было важно я это увидел у всех выступающих я это увидел у большинства пришедших это люди всегда не все равно я просто вот не могу понять народ который сейчас вот на эту тему бурчит в интернете там выходит на митинги он против фироянов бурчит или он бурчит за соблюдение закона народ разный то есть как я почувствовал тех кто пришел туда большая часть очень большая часть возмущена поведением кавказца в целом это надо признавать и надо сказать что у этого есть серьезные основания более скажем часть поменьше которые большую часть присутствовала на втором сходе у текстильщика это люди которые заинтересованы в законности и в наиболее строгом наказание значит маму фирояна и помимо этого естественно в том чтобы не избежали наказания все остальные участники данного преступления потом поскольку по по слухам и сам это этого не видел ни один он принимал участие ясно у меня просто вот какой вопрос вот гибддшники евгений хоронека говорят отличный парень чистый на руку отличный профессионал получает по голове потому что как вы говорите молодой мажор привык решать свои отношения с полицией просто деньгами да и все вот почему вы требуете для него наказание да а не требуете расследование действий полиции ведь по сути евгений пострадал из-за своих коллег которые сделали эту ситуацию возможной возможно и спокойный почему вы не вышли на пикет гибдд и не сказали прекратите это прекратить этот беспредел вы совершенно справедливо здесь говорите и ситуацию нужно было рассматривать последовательнее но поскольку времени не было и принимать решение поэтому легче бей жидов нет по крайней мере вряд ли вы услышали там лозунги какие-то их не было вот может быть они были в толпе это были 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 долгой были да вот среди выступающих их было не слышно я с вами согласен действия полиции и в действии нашей высшей областной власти и привели к той ситуации которая возникла и реакция людей которые существуют эта реакция по большому счету на создавшуюся клановую систему дак а почему же вы не называете вещи своими именами ну вот сядет мама ма теперь насколько бы он не сел это уже не принципиально чужой не доводить ситуацию до какого-то конца от логически мы не страшно мы для того и создавали гражданский комитет чтобы он имел возможность продолжить давать и не будем про это смешно я не хочу даже время тратить на это а вот как вы думаете вот в этот раз вы вы говорили о том кто-то с трибуны говорил одного из митингов что этот молодой мажор не первый раз был замечен в том что распускает кулаки но каждый раз уходил от ответственности как вы думаете если бы в этот раз был не сотрудник дпс побита кто-то мы простой горожанин устроила полиция перехват вот такой мощное задержание думаю нет я вам честно скажу полиция бы перехват не устроила но это очень не значит что мы бы не вышли ну сейчас уже у при истории нет слагательного наклонения на митинге выступал некий представитель силовых структур ветеран вы его письмо вывесили у себя на сайте кпрф почему она не подписана они тоже боятся я думаю да то есть были более того они в отличие от нас наивных которые не знают всей глубины я мы они знают ею и поэтому знают чего бояться нормально а письмо маму как вы думаете она на самом деле подлинная прямо вот вот готова сейчас в камеру вот в эту доска вот зуб даю что подлинное нет отлично ну давайте там носу выборы и не хотелось бы уйти от этой темы все-таки вы вот сейчас так одеты пойдете на встречу с избирателями а ваш оппонент николай корчагин который я уже говорил здесь сидел рассказывал что это он этим избирателям выбивал деньги на асфальтирование территории вы как депутат гордумы член фракции кпрф вы голосовали за или против этого городского бюджета значит да конкретно вот этого городского бюджета голосовали против то есть а я думаю почему же кпрф не все я услышал я могу объяснить почему все тогда мне ясно почему единая россия спокойно приписала это себе еще один вопрос про выборах ходят такие слухи что единая россия в кинишме так сильно боится назарова и у них там нет своего сильного кандидата что они вступили в сговор с вашим штабом кпрфовским и помогают дмитрию саламатин а после того как тэлман фироян освободит округ как вы думаете они придут с подобным предложением к вам и по этому округу мне кажется и по первому до случая вряд ли это возможно и насколько я знаю дмитрия саламатина он не пошел бы на такие вещи ну кроме дмитрия саламатин у вас партии еще люди а в свою победу на этих выборах вы верите я отдаю достаточно серьезные шансы себе лично я могу объяснить почему если у меня есть тогда возможности дело в том что это я сейчас прошел порядка четверти округа и голосующих конкретно за единую россию я не встретил практически ни одного но может быть они стесняются голосующих за николая корчагина я нашел но их было не так уж и много как мне я умереть самого была этой люди я приду и мне скажут что-то здесь делаешь у нас все все отлично вот все отлично нигде нет и более того вот вы про асфальтирование затрагивали вопрос я прихожу они говорят вот он пришел за асфальтировал значит дорожку написал на подъездах я за асфальтировал дорожку условно я не читал вот когда да 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 я читал и жители мне сами говорят но это же не он я как умный человек говорю да не он хорошо спасибо алексей это все я напоминаю у нас в гостях был депутат ивановской городской думы от фракции кпф алексей масленкин я алексей мошкевич с вами прощаюсь алексей мой тезка сейчас в рубрике постскриптум что-нибудь я думаю интересным еще нам расскажет спасибо кухни нольте настоящее немецкое качество и функциональность только для вас эксклюзивно в нольте кюхен улица октябрьская 12 мне бы хотелось сказать что вот те события которые произошли в последние две недели это события не коим образом на мой взгляд не стоит связывать с политическим пиаром более того когда это случилось я представил себе что ну вот что этим полицейским мог быть я или мы мои подрастающие сыновья или кто-то еще на самом деле для меня лично событие стало личным делом и действительно был крайне возмущен и для меня важно чтобы справедливость восторжествовала не важно кто вывел людей для чего люди сами вышли потому что конечно и беспорядка тоже никто не хотел это вот что касается последнего события важного что касается в целом моего отношения я честно признаюсь что политика это дело которое для меня не то что новое новое и даже наверное не очень обычный вот я бы хотел чтобы в политике было больше принципиальности и честности и меньше того всего в чем политиков обвиняют совершенно обоснованно вот и может быть если забавно и может быть даже нелепо будет звучать что если в политике будет чуть больше порядочных людей то может быть и тогда и политика перестанет быть таким грязным делом каким она и вы что и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова